Давайте Богу воздадим всю славу. Давайте будем благословлять. Прибудьте в мире. Вы миссионер, который спасёт весь мир. Вы унаследуете эту землю. И сегодня Бог даёт нам веру, чтобы мы смогли одержать победу над этим миром, благословляя вас, чтобы это было таким временем богослужения. Итак, сегодняшняя тема. Давайте начнём по-новому идти путём только. Давайте начнём по-новому идти путём только. Послушайте, вот есть поражение, а есть успех. И вот это не проявляется однажды в нашей жизни. Вот, бывает поражение, оно длится, как процесс. Да и успех тоже. Он тоже приходит через определённый процесс успеха. Вот многие люди не так говорят. Они говорят, главное — это результат. А процесс — это неважно. Но я уже как бы убудился, что в основном люди, они думают вот так вот. Но послушайте, не должно быть только результат хороший. Очень важен и процесс. То есть процесс — это и есть наша жизнь вера. Значит, вот результаты, они не сразу приходят в нашу жизнь. Вот раз и появились. А результаты требуют многого времени. Только потом придут результаты, через время. И для того, чтобы появились плоды успеха, очень важно подготовить процесс успеха и идти по нему. Поэтому, какой процесс мне нужно подготовить? По какому процессу? По какому процессе надо двигаться? Вот, как израильский народ, которые получили спасение и двигались в направлении завоевания хана, но так же самое нам необходимо двигаться. Вот как в каждый момент мы можем наслаждаться благословением всемирной евангелизации. Вот нам сегодня необходимо охотиться за это слово. Для начала необходимо всегда помнить, что перед нами всегда два пути. Вот мы сегодня прочитали сегодняшний месяц Писания. 26. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение и проклятие я вам предлагаю. Значит, перед нами с вами есть вот такой путь, есть такой путь. Нет, это не так. Есть только два пути. И вот Библия сегодня нам об этом говорит. Но сатана, он возгордился и пошёл другим путём. То есть, вот мы можем видеть, что вот это связано с религиозной жизнью, с религиозной жизнью веры. То есть, что такое религиозная жизнь веры? Это когда люди живут ради себя и стараются жить по-доброму. Но для нас с вами есть только два пути. Вот если посмотреть в Второзаконе, 30 глава, 15 стих, то сказано, «Того Тебя предложил Тебе жизнь и добро, смерть и зло». То есть, всегда перед нами жизнь и добро, смерть и зло. Не то, что перед нами много пути, а вот только два пути перед нами. Поэтому перед нами путь либо же жизнь, либо же смерть, либо же благословение, либо же проклятие. То есть, без исключения, все люди, знают они этого или нет, они двигаются в направлении вот этих двух путей. И как тогда я могу получать Божье водительство в каждый момент своей жизни? Вот. Какой процесс мне необходимо создать для того, чтобы в конце появились хорошие результаты? Вот. Как бы мы ни думали, не всегда получается это подготовить. Вот. Сегодня мы прочитали на Местоисписания 11 глава Второзакония. Значит, израильский народ ходит в землю Ханан. И вот в Ханане было две главные горы. Это Горизим и Гевал. Вот в 29 стихе об этом сказано. То есть, для того, чтобы необходимо было войти в Ханан, вот необходимо было завоевать вот эти две горы. Вот эти Горизим и Гевал. Но о чём здесь имеется в виду? Значит, Библия, Библия, она говорит, что на горе Горизим Бог, Он говорит, право, возгласите благословение. А на горе Гевал прогласите проклятие. То есть, вот эти две горы, они были как вот, как, как, вот, рядом стояли, как два брата. И вот, получается, вот это, как было два пути. И вот, они всегда были перед глазами этих две горы. То есть, Бог, Он специально так сделал, чтобы люди всегда смотрели и помнили Слово. То есть, чтобы мы всегда помнили, что есть только два пути. Значит, есть люди, которые говорят, вот, надо просто жить по-доброму, надо жить хорошо. Вот это религиозная жизнь вера. То есть, неважно, как человек, он пытается жить по-доброму, но если он живет религиозной жизнью веры, он пренебрегает многими вещами и семью пренебрегает. То есть, послушайте, очень важно, это сейчас мой процесс. Вот, как я иду. Вот это и есть наша жизнь веры. То есть, в каждый момент жизни, вот, очень важно, по какому пути я иду. Почему? Потому что, в соответствии, с каким путем я иду, такие же будут и плоды, результаты жизни. То есть, если мы, значит, если мы будем пускать Божье Слово и жить, то будут определенные результаты. Вообще-то, можно, ну, можно и не жить по Божьему Слову, но, обязательно придут результаты. То есть, Бог, он, конечно же, то есть, конечно же, Бог, он ждет таких людей, людей, но такие люди всегда будут вдалеке от Бога, потому что, потому что Бог, у него есть свое расписание, и Он ведет нас согласно этому расписанию. И, значит, иногда, не всегда приходят ответы. То есть, бывает, мы следуем за Божьим Словом, но не всегда приходят ответы. и тогда люди начинают, ну, как бы, опускать руки, либо же расстраиваться. Значит, в жизни веры многие люди, они не могут ждать, они не могут ждать Божьего действия, поэтому они опускают руки, но необходимо помнить, что Бог, Он не тот, который нас не знает. Каждого человека Бог знает в отдельности, и у Бога есть расписание на каждого человека, поэтому необходимо ждать. И вам необходимо тоже помнить, что у Бога есть расписание на каждого. Поэтому, как тогда мы можем преуспеть в процессе? И какой процесс необходимо создать, чтобы двигаться? И вот, это вступление, и вот я, конечно, хочу много сказать, но скажу так одно. До того, как получить ответ, важно мое духовное состояние. Вот об этом слово говорит. То есть, мы не желаем только ответ получить. Прежде ответа, важно мое духовное состояние. В каждый момент мое, в каждый момент моей жизни, какое у меня духовное состояние? Вот это более важнее, чем ответы. Поэтому, для того, чтобы наслаждаться благословением семейной евангелизации, как необходимо поступать? Значит, мы сейчас с вами идем по пути жизни и благословений, и Бог говорит, что мы завоюем землю Ханан. И тогда, израильскому народу, как наслаждаться благословением, спасением 237 стран? Послушайте, те люди, которые не понимали процесс, они все попадали и поумирали в пустыне. А те люди, которые знали, те люди, которые знали расписание и вот этот процесс Божий, они все вошли в Ханан и завоевали Ханан. Значит, послушайте, нельзя сегодняшний день просто воспринимать как сегодняшний день. Сегодняшний день очень важный день. Почему? Потому что сегодняшний день определяет завтрашний день. Потому что сегодняшний день определяет будущее, поэтому сегодня нельзя жить как попало. То есть каждый момент нашей жизни мы можем тоже падать, как израильский народ, но необходимо всегда помнить и не упускать о том, что Бог уже приготовил для нас ханан, уже приготовил для нас благословение всемирной евангелизации. Поэтому очень важно каждый день помнить, что за мной стоят два покровительства. У меня есть две поддержки. Какие две поддержки? Первая. За мной стоят две поддержки. Первая. Бытие 1.2. Написано «Тьма покрыла землю». И в Бытие 1.3 сказано, что Бог говорит «Да будет свет, который пронзил эту тьму». О чём здесь говорится? Значит, мы живём с вами на фоне и света, и тьмы. И на самом-то деле нет другого, кроме тьмы и света. И вот мы живём внутри, вот мы живём вот в этом мире. Другими с вами или Бог, или сатана. Или же злой дух, или же Дух Святой. То есть все жизни, все люди в этом мире, они проживают на фоне двух вещей. Вот третьего ничего, третьего нет. Не три, не три поддержки, не три фона, а только две поддержки. Два фона. Либо же Христос, либо же сатана. То есть все люди живут внутри этого. Вот об этом необходимо знать. И вот всё происходит благодаря вот этому. Какой фон? Наши мысли, наши усилия, какие-то, то, что мы создаём, это не просто так это происходит. Вот благодаря какому фону я получаю влияние, от какого фона я получаю влияние, настолько будет зависеть жизнь. Вот кто-то говорит, быть умным, быть умным, быть добрым. Послушай, вот это всё религия. Благодаря этому не получится. Даже если хорошо учиться, пойти в хороший университет, учиться, работать в хорошей компании. Конечно, это всё хорошо. Но в итоге, вот если сказать, то в критически важный момент, то есть люди поймут, что... Да, конечно, это всё надо, но в важный момент люди поймут, что не за этим следовать надо. Люди поймут, что, ага, есть только два пути. То есть есть только два пути. Либо же свет, либо же тьма. И вот всегда необходимо помнить об этих двух фонах, двух поддержках. Поэтому, конечно, сейчас много вещей, которые находятся в мире, и они важны. Но те вещи, которые мы не видим, они ещё более важны. И вот об этом необходимо помнить. Но люди, они смотрят только на то, что видимое. А кто-то умный, а вот какой-то человек, он умный. Или, а вот этот человек, он так хорошо живёт, вот он такой классный, вот он так хорошо поступает. То есть вот если посмотреть, как люди судят обо всём, это всё суждение основано на видимых вещах. Значит, люди, они сосредотачиваются на том, что видимо только. Но Библия говорит нам так. Евреям 11 глава, вот, к примеру, Евреям 11 глава, первый стих сказано, что вера — осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. То есть невидимое, оно важнее, чем видимо. Вот если посмотреть, третий стих, Евреям 11.3, сказано, что веру познаем, что веки устроены словом. Так что из невидимого произошло видимо. Но часто люди живут, думая только о том, что видимо, и сосредотачиваются на том, что только видимо. То есть вот это есть... То есть для людей самое важное — это только видимое. Но Библия говорит, что видимое — оно временно, а невидимое — оно вечно. И в чем мой интерес сейчас? Вот обычно только во видимом. Поэтому люди, они живут только в материальных вещах, думая о материальных вещах, пытаются преуспеть. И однажды приходит духовная проблема. Поэтому как бы люди не преуспевали в этом мире, если они узнают, что есть вот эти два фона — тьма и свет, тогда люди придут к поражению. «Ой, я получил благословение в этом мире!» «Ой, я так хорошо живу!» Хоть люди, они так и говорят, но если они не знают, что вот эти два фона, то хорошо ли они живут, благословение ли они имеют? То есть необходимо всегда помнить и знать вот эти два пути, вот эти два фона. Поэтому успех или поражение зависит от вот этих двух фонов. «А если для вас невидимые вещи будут более важны, чем видимые вещи, тогда очень важно теперь подготовить свою правильную веру. То есть люди, они… Вот, значит, для нас невидимые вещи, они более важны, чем видимые. Поэтому тогда сейчас необходимо веру свою подготовить. И в каждый момент своей жизни необходимо идти по пути веры. Почему мы ведём жизнь веры? Почему мы преподносим богослужение? Почему мы преподносим богослужение Богу, которого мы не видим? Потому что это время богослужения, это время, когда я свою веру созидаю. Послушайте, что значит созидать свою веру? Давайте скажем наоборот. Люди в этом мире, они усердно живут, но все они находятся в процессе тьмы. То есть путь, по которому они идут, это не путь света. Значит, есть только два пути — тьма и свет. Вот они не идут по пути света, потому что у них нет Христа. Поэтому чем больше они идут, тем больше они создают вот этот процесс тьмы, жизнь тьмы. И в итоге они получают злого духа, служат сатане. И даже хоть они живут доброй жизнью, даже с ним думают, что они хорошо живут, но вся их жизнь, она создаёт только жизнь тьмы, путь тьмы. Поэтому на пути такие люди постоянно жалуются, расстраиваются из-за проблем, высказывают своё недовольство. То есть вот эта жизнь такая, это жизнь, которая создаёт жизнь тьмы, путь тьмы. Вот проявлять неверие, расстраиваться, всякое недовольство. Если мы тоже так будем делать, мы сами-то не заметим, как внутри нас будет образовываться тьма. То есть вот тьма, вот придёт ко мне тоже страх, беспокойство. И это уже станет моей привычкой так жить. И результат такой жизни, вот именно то, что происходит сейчас, в эту эпоху. Это психические расстройства, это зависимости, это депрессии. Почему такое сейчас происходит в мире? Потому что люди живут на фоне тьмы. Люди идут по пути тьмы. Живут в жизни тьмы. И вот поэтому сейчас, в нашу эпоху, действительно проблема психических заболеваний. Послушайте, если жить вот в такой жизни тьмы, тогда что произойдёт? Не получается общение. И люди разрушаются. в этом мире, вот такой пример, который создавал вот эту жизнь тьмы, это Вавилонская башня. То есть Вавилонская башня — это был путь тьмы, успех без Бога. Но в итоге оно всё разрушилось. Поэтому так же самое и мы. Если мы не будем создавать веру, идти по пути веры, тогда я сам там, я сам не замечу, как я буду находиться во тьме и просто буду жить, ну как бы проживая жизнь. И неверие будет находиться. И вот Библия говорит нам, что очень многие люди, они не могут выбраться из этого неверия. Поэтому пока, если вы живёте на этой земле, я желаю, чтобы вы создавали процесс веры, путь веры. Послушайте, вот когда к вам сейчас приходят трудности, какие-то трудности, проблемы, гонения, если вы на пути веры, тогда ваш взгляд меняется. Вы не видите эти проблемы как проблемы. А, это благословение. Вот такие придут мысли. И оказывается, когда трудности приходят, если вы на пути веры, тогда вы так подумаете. «А, Бог через эти трудности, Он меня делает человеком веры». Так же самое и гонения. Вот. Значит, Бог, Он сделал так, что ранняя церковь, которая претерпевала гонения, что они ухватились только за Евангелие. Вот посмотрите, вся римская империя гнала гнала раннюю церковь. Но из-за этого ранняя церковь разрушилась? Нет. Они еще больше входили в совершенное Евангелие, первоначальное Евангелие. Поэтому Бог, Он израильскому народу сейчас что Он делает? Бог выводит израильский народ из Египта, из Египта, который постоянно притеснял их. То есть и вот тогда полностью израильский народ выходит из Египта. Но как они вышли? Было 10 вот этих чудес, да, знаете, 10 бедств, да? Но только на десятые не вышли. Только через жертву крови. То есть, поэтому в жизни веры нашей проблем нет. Проблемы не проблемы. Трудности не трудности. Наоборот, в трудностях мы видим, как сокрушается тьма. И в гонениях мы видим, что Бог, Он создает новую возможность для того, чтобы получить еще больше благословений. Поэтому гонение мы не видим как гонение. Поэтому гонение и все трудности это путь меня создать как человека веры. Послушайте, что такое жизнь ве? Что такое водительство Духа Святого? Вы знаете особенность людей, которые получают водительство из Того Духа. Они оставляют все свое. Вот. Вот. Особенность людей, получающих водительство из Того Духа, оставляет все свое. Поэтому если я в трудности оставляю все свое, вот это путь для меня получить Божье водительство. Смотрите, мы часто в сердце свое что-то хотим, да? Но если мы будем думать не то, что я хочу, а наоборот будем думать, вот это есть путь получить водительство Святого Духа. Вот если посмотреть, Ефесянам 2.1 Ефесянам 2.1 сказано, вы были мертвы по преступлениям и грехам вашим. Ефесянам 2.2 сказано, что вы получали водительство получали водительство злого Духа Сатаны. А 3.2 сказано, жили по плотским похотям, исполняя желание плоти и помыслов. Поэтому так же самое. Что такое получение водительства Святого Духа? Кто человек, получающий водительство Святого Духа? Тот, который оставляет свое, свои мысли и пытается быть водительством Духом Святого Духа. То есть поэтому вот это все тоже для меня процесс создавать веру, идти по пути веры. И поскольку нам сейчас с вами необходимо идти по пути веры, поэтому в каждый момент нашей жизни Бог у нас создает такими людьми. Поэтому я желаю, чтобы в каждый момент своей жизни вы так поступали. Что вы поняли что все благословения приходят ко мне от Бога. То есть что Бог нам дает сверху? Бог дал нам тайну триединого Бога. Триединный Бог вместе с нами. Бог Отец дает нам Слово и сейчас ведет нас по Слову и сейчас совершает свое Слово. Бог Отец Христос, Бог Сын Христос, Он сейчас сокрушает три бедствия. Он сейчас совершает спасение. И Бог Дух Сын Он сейчас действует. Поэтому вот этот триединный Бог, что Он делает в нашей жизни? Он дал нам благословение, чтобы восстановилась образ Божий внутри нас. И где вот эти благословения все осуществляются? внутри нашей души. Поэтому наша душа получает силу. Поэтому в душе мы можем наслаждаться истинным счастьем. Внутри души мы можем наслаждаться благословением Эдемского сада. Послушайте, необходимо каждый день внутри себя восстанавливать образ Божий. Во время каждого момента через Слово создавать веру. И тогда буду силу получать. И даже если получу силу, тогда какие бы ни были обстоятельства в этом мире, во всех местах действия, на всех путях, я буду наслаждаться благословениями Божьими, благословениями Эдемского сада. И тогда что последует? Если внутри меня будет благословение образа Божьего, душа начнет оживать, тогда я смогу наслаждаться благословением престола Божьего. Вот это действует, превосходя пространство и время. И тогда на мои местодействия будет сходить Свет Божий. И в итоге тогда моя профессия и служение в Церкви и в жизни моей начнут приходить ответы, проявляться ответы, которых не было до этого и не будет потом. Вот все то, что я вам сказал, это есть благословение вот этих настроек. Девять установок. То есть девять установок это вот эти благословения, которые помогают нам создавать веру, быть на пути веры. Поэтому ничем другим не занимайтесь, за другого не молитесь, молитесь за вот эти девять установок. Что такое благослужение? Богослужение это время, когда мы сосредотачиваемся на девяти установках. И тогда, если мы будем наслаждаться этим благословениями, тогда Бог, Он не сможет не действовать в нашей жизни и будет отправляться ответами, которых не было и не будет. И тогда проявляется Божье действие. И вот действие вот этих благословений нам необходимо правильно знать. А если мы не будем знать эти благословения, тогда даже вот этот час, который богослужение мы преподносим, это так будет. Ну так себе я там преподнес и всё. Вышел и забыл потом, о чём была речь. и потом проживаю вот так вот непорятно как одну неделю. Послушайте, очень важно нам с вами создавать веру. И когда? Сейчас. Во время каждого момента. Сегодня. То есть держась за те девять благословений, которые Бог нам даёт. Те благословения, которые Бог даёт сверху. Я благословляю вас, чтобы вы могли наслаждаться этими благословениями. И второе. Тогда как мы можем создавать этот процесс веры? Как можем идти по пути веры? Значит, в 27 стихе так сказано, второзаконие 11, 27. Если послушаете, говорит, благословение вам, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, то есть как мы с вами можем создавать вот эту нашу веру? Идти по пути веры. Необходимо слушать заповеди Господа Бога вашего. Вот об этом говорится. Значит, когда Иисус явился ученикам, вот он, значит, Иоанна 6, 28, ученики Иисуса, они говорят, как мы можем делать дело Божие? Что нам делать, чтобы творить дело Божие? И в 29 стихе тогда он говорит, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Вот это дело Божие. Что такое вера в Бога? Это вера в Иисуса Христа. То есть вот об этом нам говорит Слово Божие. Дело Божие — это вера в Иисуса Христа. Значит, если всё в моей жизни будет определяться благодаря вот этим двум фонам, двум поддержкам, тогда необходимо понять, а, мне необходимо входить в Евангелие, мне необходимо входить во Христа. Вот, о чём, куда вы входите? О чём вы заботитесь? О чём вы думаете? Послушайте, вот, я ещё раз вам скажу, Божие дело, чтобы мы веровали во Христа. Поэтому входить внутрь Евангелия, вот это дело Божие. Остальное оставляйте и входите в Евангелие. У тебя было оставляю, что вы входили в Евангелие. Что значит входить в Евангелие? Не упускать течение Божьего Слова. Поэтому очень важно воскресное Слово. Послушайте, если мы упустим течение Божьего Слова, тогда мы сами того не заметим, как мы потеряем водительство Духа. Будем просто жить себе, как будем жить. И будем связаны тьмою и будем жить во тьме. Вот Иоанна 8, 31 так скажет, так говорит, если пребудете в Слове Моём, то вы истинно Мои ученики. Послушайте, если вы пребудете в Слове Моём, вы Мои ученики. Послушайте, неважно насколько вы ведущийся человек, если вы не в Слове, вы не ученик. Вот Иоанна 8, 33 Иоанна 8, 37 сказано, вы ищите убить Меня, потому что Слово Моё не вмещается в вас. Если внутри нас Слово не вмещается, не получается единства с Богом. Послушайте, быть внутри Слова, быть внутри Евангелия, внутри течения Божьего Слова, вот это есть ученик. Вот кто-то умный, кто-то хорошо выполняет свою работу. Да, конечно, может быть, это важно, но это не важно. Быть внутри течения Слова, исследовать за этим течением Слова, вот это важно. в 2022 году сейчас мы в предвкушении 22-го года. Сейчас мы находимся, преподносим богослужение. И Бог Он нас призвал для того, чтобы через нас совершать Своё дело. И как мы сможем выполнять это Божье дело? Послушайте, и вчера, и сегодня, и в будущем всегда необходимо следовать за Словом. И вот если мы следуем за Божьим Словом, вот это значит, мы хорошо выполняем Божью работу. А если мы выпускаем Божье Слово, вот, тогда что произойдёт? Я буду сам умирать. Если внутри меня нет Слова, я не могу стать учеником. Вот есть то, как я молюсь за церковь, как я молюсь за лидеров простых верующих. Я так думаю, я всегда так думаю, а как Слово Божье проникает в наших верующих. Вот как Слово Божье течёт в жизни наших верующих. То есть вот я постоянно молюсь, это как бы моё задание постоянно. И вот у нас есть комната, где собираются наши пресс-фитеры. И всегда когда это возможности, я постоянно передаваю Слово. Почему? Чтобы все находились внутри течения Слова, чтобы все получали водительство Божьего Слова. Поэтому вот это очень важно. Вот сказано, вы хотите убить меня, потому что Слово моё не вмещается в вас. Послушайте, если Слово внутри меня, я ученик, а даже если я умный, смышленный, такой выдающийся, но внутри меня нет Слова, тогда наоборот я иду в другую сторону от Бога, и не получается единства с Богом. Поэтому что очень важно? Очень важно, чтобы каждый день Слово внутри меня оживало. Поэтому стандарт жизни веры, стандарт Слова это только одно, только Христос. Поэтому очень важно жить на фоне только Христа, только Слова. Послушайте, в чём проблема? Я сам являюсь стандартом. И мирские вещи становятся для меня стандартом. Вот это самое страшное. Значит, что бы ни происходило, всегда только Христос должен быть моим стандартом. Нельзя, чтобы мирские вещи были моим стандартом. Поэтому когда вы пытаетесь истолковать какое-то событие, вот это правильно, это неправильно. А способствует ли это благою вести? Выгодно? Есть ли польза в этом для благою вести? Или нет пользы для благою вести? Значит, если Бог скажет, что вот это неправильно, значит, должно быть неправильно, даже если для меня это правильно. Если Бог говорит, это неправильно, это неправильно, значит, неправильно. Поэтому с самого начала до самого конца Христос должен стать стандартом, и Христос должен стать нашим фоном, нашей поддержкой. мирские вещи, мирские стандарты, это все как Павелонская башня, однажды это все рухнет. Я желаю, чтобы Евангелие стало стандартом, я желаю, чтобы Евангелие стало вашим поддержком. Вот как мы прочитали в сегодняшнем месте в Писании перед вами благословение и проклятие. Поэтому я желаю, чтобы вы создавали жизнь веры. И в этой жизни веры стандарт это Евангелие. Поэтому достаточно только входить в Евангелие. Не надо спешить никуда, потому что если спешить, тогда что-то может не получиться. Есть Божье расписание. Поэтому если в каждый момент жизни веры мы будем создавать веру, тогда обязательно придут ответы. И тогда вы сами увидите, как вы находитесь на месте благословения. И вот вы сами станете духовной платформой, куда люди будут приходить. И вы станете такими духовными стражами, благодаря которым проклятие, трудности, все духовные проклятия, бедствия сокрушаются. И вы станете духовной антенной, которая постоянно на связи вместе с Богом. Поэтому желаю, чтобы вашим фоном поддержкой было свет Евангелия. И чтобы вы стали главными действующими героями спасения 237 стран, 5000 племен, благословляя вас. Помолимся. И прежде чем мы помолимся, есть назначение. Начнем с проповедников. Да, я буду сейчас говорить. И вот кого я буду назвать, желаю, чтобы вы встали. Да, я желаю, чтобы вы, пожалуйста, вот, у кого в брошюре, чьи есть именно в брошюре, желаю, чтобы вы встали. Бог, отец, благодарю тебя за то, что собрались вот эти люди, которых ты призвал, как служители в следующем году. Ты благословляешь, чтобы они стали важными работниками, которые будут оживлять местодействия, оживлять эпоху. Ты благословляешь, чтобы они, как слуги Божьи, сами наслаждались Божьим благословляем. Просто начни действовать. И думая о 237 стран, о 5000 племен, ты благословляешь, чтобы все испытывали твое действие. И пусть та работа, которая будет им доверена, они могли с чувством предназначения выполнять, и могли быть внутри слова, и всегда выходили в этот мир, на местодействие со Христом, который является поддержкой и стандартом. И благословиете, Господь благословляет, чтобы все мы могли подготовиться духовно, чтобы вот эти девять установок совершились внутри нас. и благословием, чтобы все вот эти новоназначенные служители на каждом месте действия, чтобы наслаждались Божьими благословениями, чтобы через них проявилось благословение евангелизации в 237 странах. И пусть каждый человек в отдельности каждый день наслаждались благословением Христа, каждый день наслаждались благословением Адемского сада, чтобы лично сами они, их профессия и церковь все получили ответ, которого не было раньше и не будет будущим. Был осторож, что все не получали твои использования. И благословием, чтобы во всей их жизни Господь наслаждались здоровьем от тебя, наслаждались благословением церкви и могли исцелять людей Евангелия, могли ставить потомков как ремнантов, благословием, чтобы они все получали твои благословения и получали твое водительство. Бог, ты, пожалуйста, излей Дух Святой с неба на всех их отдельности и начни действовать. Молимся во имя Господа Иисуса Христа с благодарностью. Аминь. Желаю, чтобы вы все привстали. Давайте Богу воздадим всю славу. Аминь. Субтитры